Спонсоры программы Это декорации А также более сотни, по-моему, киноработ Правильно, Павел Михайлович? Да Нигде не ошиблась? Нигде Теперь еще и продюсер Еще и продюсер Вот я же говорю, человек и пароход Вот тяжело внести вот это бремя Когда ты все И женится на трубе, и грец Нет, не тяжело Не тяжело? Вот часто люди говорят, что лучше заниматься одним делом И все усилия именно в него А когда люди занимаются несколькими делами Скажите, вот как вы можете все успеть? Наоборот, это гораздо легче Ты не утомляешься Потому что ты переходишь из одного в другое И тебе кажется, как будто все время новое ты имеешь А всегда, главное, чтобы не было скучно Чтобы было интересно А как только ты территорию новую осваиваешь Это всегда интересно Пока ты ее не освоишь А потом тебе опять становится скучно И быстро в другое место переходишь Я эти переходы очень, как это сказать, авторизировал Я очень люблю это дело Переходы это здорово А спать удается? Да Да, да, да На все время хватает? Я вообще никогда Я недавно ездил отдыхать вместе с моим другом близким Кириллом Серебренниковым Мы ездили на Мальдивы отдыхать Вот я сказал, я больше с тобой не поеду отдыхать Потому что комплексов столько у меня за это время набралось Потому что он эффективнее меня в 10 тысяч раз Он подвижен в смысле техники, гаджетов У него одновременно идут переговоры по скайпу При этом по фейсбуку он общается с другой стороной Там он издает какие-то либретты В общем, короче, все одновременно И у него все происходит А я тупо отдыхал, понимаете? И в результате из этой поездки вернулся закомплексованным Думаю, так, уже чего-то я никогда не смогу делать Так что я гораздо менее эффективен, чем мог бы быть Я в году 10 раз точно абсолютно отдыхаю Но для вдохновения или для все-таки для отдохновения конкретного? И для вдохновения, и для отдохновения То есть для вдохновения я стараюсь выбирать места особенные Каждый раз новые Вот я даже сюда приехал одной с целью приезда И причем я согласился на эту поездку Потому что в Китае я просто не был Ну вот так получилось Ни разу? Ни разу не был в Китае Павел Михайлович, вот вы уже упомянули имя Кирилла Серебренникова И вы очень со многими известными режиссерами Мерзуоев, например Ну, в принципе, фамилии очень много, за которыми вы работали А с кем вам, может быть, работать комфортнее всего? Понимаете, мне вообще не комфортно с режиссерами Совсем? Я с Кириллом Серебренниковым не работаю Мы дружим очень Мы, наоборот, с ним договорились Мы однажды с ним попробовали начать работать И я сказал, Кирилл, давай так Мы друг друга любим, уважаем, ценим Давай будем находиться на расстоянии для этого Чтобы эти отношения ничем не мутнились и не менялись Я с ним не работаю А с Мерзовым уже не работаю Пожалуй, единственный режиссер, с которым я бы продолжал работать Но два режиссера, с которыми я бы продолжал работать Но они оба на территории театра не существуют Это Галина Волчек, которая уже с 98-го года не ставит в театре К сожалению То есть она занимается сейчас самопродюсированием Она, кстати, на меня, насмотревшись Я даже получал удовольствие продюсировать Она так как-то в это включилась Значит, вот я бы с ней мог И Александр Николаевич Сокуров, с которым я делал Бориса Годунова в Большом театре Потом мы долгое время делали аресты в Михайловской опере Так не состоявшиеся То есть это абсолютно нежные, человеческие и потрясающе доверительные творческие отношения Ну, наверное, именно поэтому вам легко работать, да? Потому что вам доверяют, и вы можете что-то сделать из того, что вы чувствуете Ну, я не знаю, но мне очень комфортно было И с Галиной Волчек Хотя вот с Галиной Волчек, как раз, мы с ней каждый раз После каждой премьеры мы все время были в разрыв Потом она удивительным образом умеет это все дело восстанавливать Складывать отношения обратно Она дипломат феноменальный и продюсер Конечно, она продюсер А вот отношения с актерами-актрисами, да? Это же тоже отчасти ваша работа, потому что вы костюмы создаете У меня часть, очень большая часть работы Вот скажите, вот здесь как? Актеры все люди такие очень тоже самолюбимые и самовлюбленные Бывает ли, что они высказывают вам какие-то свои претензии? Может быть И как вы на это реагируете? Ну, те, кто... Дело в том, что у меня достаточно так много работ И доказательных работ, так скажем Мне же не просто интересно там рюшки приделать Или платьица шить, или костюмчик сделать Интересно, чтобы этот костюмчик как-то помогал Как-то существовал, чтобы была какая-то линия выстроена В основном доверяют В основном доверяют Больше того, я многим артистам делаю так, чтобы они эту работу получили, так скажем То есть я режиссеров уговариваю Я дружу со многими актерами Ну вот недавно у меня был такой конфликтный момент Практически я уговорил режиссера и театр Чтобы актрисе, Дроздовой Ольге, дали очень хорошую роль в спектакле Джентльмены, современники И одета она была великолепна и потрясающа И вдруг я узнаю, что на одном спектакле она поменяла цвет парика Втихаря от меня Ну это было конфликтом большим И так, в общем, она продолжается Я считаю, что это предательство Но в такой ситуации Ну там, каждый конкретный момент требует каких-то объяснений Там, например, в этом спектакле «Три женщины» Мне было важно, чтобы одна была блондинкой, другая брюнеткой, третья рыжая Когда вдруг Я бы для другой актрисы блондинку придумал в таком случае Она была придумана блондинкой И она несколько спектаклей сыграла Но посчитала, что ей не идет быть блондинкой И сделала себе опять брюнеткой Получилось две брюнетки и рыжие Но как бы тогда надо все расставлять Павел Михайлович, вот вы, вашу работу можно увидеть в театр, в кино А где-то еще Павел Коплевич выставляет Я не знаю, как дизайнер, может, тебя пробовали Нет, я выставляю всегда Выставляю сейчас три огромных выставки готовятся 25 октября открывается выставка Такая коммерческая выставка 10 гобеленов я делаю На тему денег Вот так? Да, да, банк Вдохновляет деньги? Да, промсвязь банк Значит, я у них вывел тендер На такой проект «Деньги как искусство» Вообще-то очень интересное дело Потому что растры, из которых состоит печать на деньгах Она у каждой страны своя И когда это все выведено большим размером Они метр двадцать на метр Такие картины получились Это очень интересно Получилось красиво? Очень красиво Я и сейчас занимаюсь очень много чем И мне полно времени Я говорю, я позволяю себе спокойно отдыхать Вот десять, потому что в последнее время много очень глазами работало Я сейчас стараюсь ничего не рисовать Потому что глаза побалевать стали Павел Михайлович, напоследок еще вспомнила один случай Которым со мной поделилась Алена Яковлева Как вы спасали ее шикарные кожаные сапоги-котлеты по-киевски Но я не могу вам рассказать эту историю Потому что, во-первых, для меня это было по-женски Просто такой очень хороший совет Если вы капнули жировое пятно на светлые сапоги То просто обмажьте Но важно этим же капнуть То есть как? Вот чем вы капнули, тем же и капать дальше надо Тем же и мазать Тем же и надо мазать Потому что вам кажется, что, например, вы капнули кофе А потом вы маслом зальете, будет другим Нет, кофе заливается А потом, если увидели, например, что суховатое или там что-то Можно тогда еще и подсолнечное масло Можно отполировать, да? Не отполировать, там только тампонить Тампоньте и растирать сразу Чтобы не было следов Масло быстро проникает И они такие пятна создают Чтобы вот этих пятен не было А чтобы были как бы подтеки То нужно вот тампонить и сразу растирать Одним тампоном Ты тампонишь, другим сухим, растираешь Вот таким образом Все женщины сейчас запомнили совет А я вот в этой истории вынесла одну еще вещь Что вы замечательный друг Что вы умеете по-настоящему дружить И в самые неожиданные моменты Когда человек не ждет даже вашей помощи Вы приходите к нему на помощь Это так? Ну, я хороший друг Я своим друзьям могу позавидовать Но у меня тоже очень хорошие друзья Я хочу сказать, что у меня многие-многие годы Со мной рядом Ближайший мой друг И крестный отец моего сына Я крестный его дочь И Александр Балуев, например Он мой однокурсник Я же актерский факультет заканчивал Первая профессия моя актерская Вот он всегда со мной рядом Тот же Кирилл Серебренников Меня хватает хороших близких друзей Марина Голубь Кстати, вот Марина Голубь Саша Балуев Вот мы всю жизнь вместе То есть вот 37 лет Ничего себе Вот это старше уже для дружбы Павел Михайлович Ну, я хотела бы тоже, конечно, стать вашим другом Хотя мы это не рассчитываем Но я совершенно искренне, от всей души Хочу сделать вам небольшой подарок Это подарок не только от меня Но и от наших партнеров Салон цветов Татьяны Денинене Вот для вас такой букет приготовлены Не часто дали мужчинам цветы Но честно вам хочется Прекрасно Спасибо большое Я люблю держать дождь Прекрасно И еще пара Майхалович Сегодня в Благовичинске обещали дождь И наш партнер Сейчас я плачу Компания Билайн Решила приводить Мне кажется, это в вашем стиле Зон троится такой В моем стиле Такой зон в моем стиле Прекрасно Спасибо большое Я хочу, чтобы на Амурской Все время проведено на Амурской земле Для вас было... Было солнце Да, все-таки приятно Ну, сегодня... Все равно приятно Вас спасет Все равно приятно Наш хороший сайт Спасибо большое Спасибо А я напоминаю, что вы смотрели программу «Культ личности» Сегодня с нами был Павел Каплеев Человек, для которого в сутках существует 48 часов А не как для всех нас 24 И помните, мы не делаем из личности культ Мы говорим о личностях в культуре Спасибо вам за внимание До скорой встречи Ах, как много цветов в этом мире И каждый прекрасен по-своему Вот высший подвиг цветка Салон цветов Татьянин День Улица Амурская, 229 Гостиница Амурассо предлагает свои услуги для гостей города Благовещенска Уютные номера, кафе-бар Для жильцов гостиницы Бесплатная охраняемая автостоянка Гостиница Амурассо Благовещенск, улица Чайковского, 1 Телефон 59-57-86 Современный человек вряд ли в состоянии представить себя Без такой незаменимой вещи, как интернет Что интересного для пользователей приготовил Билайн? Тарифный план «Легкий без лимит» позволяет пользоваться интернетом На максимальной скорости всего за 700 рублей в месяц При покупке модема первый месяц без лимита от Билайн – подарок Также есть предложения для планшетных компьютеров всего за 300 рублей в месяц Пишите, предложения доступны во всех офисах продаж Уборка так утомляет, когда ты занимаешься ей в одиночку Но с подругами дело пойдет веселей Мои лучшие подруги для уборки – это русалочка и фрау Марта Губки для посуды, салфетки для любых поверхностей, мешки для мусора С ними уборка пролетит просто незаметно Раз – и в доме все чисто Русалочка и фрау Марта Приобретайте в магазинах города Русалочка и фрау Марта